Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в Духовный Центр Возрождения, что привело Вас? Это достаточно интересная история. Видите ли, я с самого детства верующий, родился в верующей семье, 50-ники, всё как надо. И долгое время я был в церкви как прихожанин, воскресная школа, то есть как бы духовное образование. Но при этом я всегда слышал о чудесах в Библии, там, воду в вино Иисус превращал, исцелял больных, выгонял бесов. Но так случилось, что в моей церкви этого не было. Ни в одной, в которой я был, ни во второй, в которой я был. И подсознательно я начал считать, что Бог, Он, конечно, есть, но Он какой-то, знаете, как поменялся. Легенды были, а чудес не было. И знаете что? Это было, конечно, по вере серьёзно. И на мир начал немножко смотреть, отдаляться от церкви. В итоге в 2012 году я со своим отцом приехал на однолетие Киевского Духонцентра Возрождения. Это был праздник однолетия церкви. Я не хотел никуда ехать, меня уже на мир смотрел конкретно. И мне сказали, Паша, поехали, посмотришь, как выгоняют бесов. А я этого не видел. Круто, поехал, посмотрел. Вы не поверите. Приезжаю я в Киев. Выдубичи. Заходишь, такая музыка. Такой вообще всё свет. Стулья. Но видно, что для Бога лучше. Эта конференция была три дня. Она была пятница, суббота и воскресенье. И за эти три дня я увидел, как Божье Слово, конкретное Божье Слово, оно сбывается. Реально, я увидел, как люди исцеляются, бесы выходят, как апостол, как он вот проповедует, и оно как за сердце хватает. Не просто интересная проповедь, неплохо послушать. Нет, он как хватает за сердце. Он знает, о чём говорит, и он говорит чётко про меня, про какие-то чёткие вещи. Ну, Бог ему давал мудрость. И я вам скажу, меня это купило настолько сильно, что я понял, что Возрождение — это церковь, она как церковь, самая первая апостольская церковь. То есть это живая церковь, движущая церковь. Когда я увидел Возрождение, я понял, что вот здесь Бог, и это серьёзно. И с тех пор я фактически как вот вошёл, то есть меня Бог, Он призвал в эту церковь. И я в ней остался, я больше никуда не хотел ходить. А меня привёз тогда ещё лидер домашней группы Андрей Яковишин. То есть я был в его домашке. А вот кем был Андрей Яковишин в Возрождении уже в Белоруссии? Потому что сейчас он говорит, что был правой рукой, можно сказать, личным помощником апостола Владимира. А кем он был на самом деле? В команде апостола он никогда не был. Никакого как команде близкого чего-то вообще не было. Вообще. Давайте поговорим про благотворительность. Как это было построено? То есть кому люди отдавали деньги, которые от себя отрывали? То есть вот то, собственно, о чём мы хотим сегодня поговорить в том числе. Это достаточно больной вопрос. Видите ли, от себя отрывали. Это не просто так от себя отрывали. Наш апостол учил нас быть жертвенными. Конкретно он сам, он полагал жизнь, он показывал пример, и как это всё работает. То есть когда дети конкретно, которые не имели вообще возможности жить, не просто есть, пить, одеваться, жить. Благодаря тому, что Владимир Михайлович, он оказывает помощь, просто свою собственную помощь, они могут жить. Он давал неимоверный подъём веры. И мы начинали делать так же. Но так как наши люди, они народ простой белорусы, мы все эти сложности с переводами особо не вникали. Мы очень серьёзно ему доверяли. Честно, Яковишин очень серьёзно играл с нашим доверием. Настолько серьёзно, что это позволило ему достаточно долгое время всех нас обманывать. Как всё было. В Беларуси мы, каждый человек отдельно, он брал свои личные финансы, как частное лицо, и просто в Киев передавал с Андреем, для того, чтобы эти деньги пошли на помощь людей. Это мы участвовали каждый лично. То есть это решение было. Наши сердца, они болели за этих детей, за этих стариков. Ой, да много проектов. Вот реально сердце болит, когда Бог в тебе пробуждает любовь. Сердца болели. Мы пересылали. Мы были уверены, что деньги доходят. Мы были уверены, что мы являемся соучастниками той работы, которую осуществляет апостол. Что мы являемся теми, кто участвует в спасении детей. И знаете, что самое интересное? Мы передавали с ним, потому что он ездил в Киев. Он постоянно переписывался с Киевом, и он всегда нас убеждал, что он прозрачен, что он чистый, что он несогрешаемый. Мы ему верили. Но то, как он себя начинал в последнее время вести, то, как в последнее время начинали вести его приближенные люди, оно наталкивало нас на очень неприятные мысли. Но благодаря тому, что апостол нас учил всегда любить своих пасторов, мы как бы пытались покрывать его эти грехи. И в итоге, очень-очень неприятная история случилась, он просто очень много денег украл. А представляете, какая это была боль? Потому что для определенных людей, в частности для меня, как для партнера, я тогда еще был студентом, у меня тогда была стипендия. Я отрывал свои стипендии, чтобы просто участвовать, когда я в конце концов узнал, что мои деньги не доходили. Поверьте, это был шок. А как вы узнали, что деньги не доходили? Как это открылось? Все просто. Когда мы приехали на саммит Четвертое измерение в 2016 году, начал вскрываться его обман. Один человек из нашего движения Белорусского до Возрождения пришел и отдал денежку. Другой пришел, отдал. То есть, каждый свое семя, свои деньги, которые мы годами откладывали, свою долю, каждый, кто для себя уделил, приходил и отдавал. И когда эти волонтеры узнали, что, оказывается, у нас есть деньги, а он говорил, что денег в Белоруссии нету, что, извините меня, мы нищие и бедные, у нас там бартеры, мы там чуть ли не себе сами выращиваем еду, чтобы жить. Такие ужасы. У каких-то людей, которые отвечают за благотворительность, у них слезы на глазах. Оказывается, долгое время. Это не у белорусов не было денег. Это он их не привозил. Вот и все. Ладно, нас обманывал, да, это еще ладно. Он же, ну, у детей жизнь отбирал. Вы подумайте только. Вот маленький ребеночек, вот только родился, какая-то проблема, ему надо операция. И, ну, люди, которые занимаются благотворительностью, волонтеры, они все свое уже отдали. И конкретно наши вот белорусы, они начали подходить к волонтерам, которые за это все, всем этим делом занимаются, и отдавать деньги. Наши люди были в недоумении, почему эти волонтеры чуть ли не плачут. Оказывается, тогда-то мы и узнали, что наша благотворительность, она конкретно не доходила. Он все брал себе. Кто-то в комментариях к прошлому разговору на YouTube написал, что вы посмотрите, где он живет. Там квартира за 100 долларов, у него даже домофон не работает. Все может быть понятно. Только один нюанс. Он всегда ездил на такси, на такси, туда-сюда, своих людей на такси, туда-сюда. У него жена одевалась очень хорошо, у него дети были одеты очень хорошо. И даже, честно сказать, он немножко прихвастнул в церкви, он говорил, что у него первая стадия ожирения. То есть, ему диагностировали, типа там, врачи, но шутки шутками. Он так жил в этой своей квартире за 100 долларов. То есть, он конкретно хорошо жил на украденные деньги. И, естественно, когда этот обман вскрылся, когда его выгнали, то есть, его отлучили от церкви, как только он вышел из того здания, где мы собирались, он зашел в соседнее и начал конкретно вытягивать людей из церкви. Почему? Объясню почему. Он с нас всех кормился. Он не работал. Он никакого дела своего не было. Он просто кормился. И, естественно, когда его отлучили от церкви, он бы потерял свою потенциальную кормушку. Как я уже говорил, он играл на доверии. Мы ему верили. Конкретно верили. Павел, а как вы думаете, почему вот сейчас Андрей Яковишин ходит по телеканалам и разворачивает деятельность против Духовного Центра Возрождения и против Владимира Мунтиана? Всё просто. На самом деле, если правильно смотреть на вещи, то ему нужны деньги для существования. Фактически они используют его для того, телеканалы все эти, которые он там участвует, для того, чтобы выливать грязь на Возрождение и иметь с этого деньги. Это обычный бизнес. И он себя продаёт им. Он продался им. За простые бабки, как Иуда, за 30 серебряников продал Сына Божьего, которого знал, что это Сын Божий. Он знал это. И он сейчас просто занимается для того, чтобы жить. Я даже не думаю, что у него есть какая-то, может быть, особая идеология или ещё что-то. Просто зарабатывать деньги. Плюс ко всему, он же за собой тянул людей. То есть, он за собой конкретно из церкви выдирал людей. Как волчара. И что получилось? Получилось вот что. Когда мы все были в Возрождении, апостол нам всем давал цель в жизни. Это конкретно Евангелие. Это благотворительность. То есть, Библия. Всё по Библии. Когда Яковишин выдирнул людей из церкви, их же надо было какую-то цель им давать. Как-то надо было держать их. Поэтому он выбрал для себя стратегию ненависти Возрождения. То есть, все люди, которые с ним, они ненавидят Возрождение. Он это в них подпитывает. Почему? Потому что на этой идеологии он может их держать. То есть, это настолько, скажем так, такие прозрачные вещи, что любой человек, который может вглядеться, всмотреться, он поймет, что на самом деле он аферист, каких мало. Он просто понял, как можно разводить и разводит. И до сих пор нормально себе живет, продолжает заниматься грязными делами. Просто он сейчас сменил одну кормушку на другую. И люди, которые его слушают, вот есть конкретные люди, которые ушли за ним из Возрождения. А через какое-то время они ушли в мир вообще, из церкви полностью ушли. Им резко перестал интересен Бог, им перестал интересен служение. Все. Почему? Потому что, ну, вот он такой вот, он не смог их держать долго, они ушли. В итоге он, кровь этих людей и все грехи, которые они совершат, она на нем. И суд Божий будет на нем. И это все очень-очень печально для него. И я радуюсь, что конкретно вот меня и многих белорусов Бог от этого сохранил. Потому что он конкретно, ну, тянет людей в проблему. Представьте, он вор. И все, кто с ним, они становятся такими же ворами, как он. Потому что они это оправдывают. Там очень много вопросов было, когда же он из церкви ушел, там с аппаратурой много было вопросов. Да, нашу церковную аппаратуру пока были на саммите, он все, что мог, он просто вывез. Рвать как можно больше, рвать, рвать, рвать. Павел, а вот если у вас есть сейчас такая возможность, что вы можете сказать, может быть, посоветовать тем людям, которые будут смотреть его передачи, нашу передачу, что вы можете им сказать касательно всей этой ситуации? От себя скажу вот что. Я знаю, что в СНГ, в наших странах, есть конкретно продажные телеканалы, которые выполняют грязные заказы разных личностей, чтобы кого-то оклеветать. Это этим шоу-бизнес живет, этим живет политика. И в данном случае под прицел этих телеканалов попало наше движение. И конкретно с этих телеканалов звонили нашим людям из нашего движения и предлагали деньги для того, чтобы говорить ложь на апостола, на его команду, на наше движение. Это ложь. Просто потому что вот кто-то заказал, кто-то это готов проплатить. И знаете что? Они нашли такого человека. И этот человек Андрей Ковишин. И они используют его только для того, чтобы накачивать людей ложью. Он гонит на Святого Духа, что в Библии считается грехом к смерти. Собака лает, караван идет. Духовный центр возрождения, как я уже говорил, это огромное-огромное движение. Это мы мощные, сильные. Посмотрите на плоды. Прошел год с того момента, как он был отлучен. Прошел год с того момента, как все произошли, все эти события с вскрытием этой лжи. За год не произошло. Я лично не видел каких-то плодов с его стороны. Все, что я увидел, это ложь, клевету, грязь, провокацию и пропаганду против нашего движения. И я скажу вот что. Нормальный, здравый человек всегда посмотрит на плоды, и как в Библии написано, либо признает дерево добрым, и плоды его добрые, либо признает дерево худым, ну, плохим, и плоды его худым. Выбор всегда остается за вами. Я считаю, что этого человека слушать нельзя. Всего доброго. Спасибо большое, Павел, за ваше интервью. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.